Скандал разразился, едва приступили к рассмотрению дела. Микаэл Микаэлян и Артому Каэлян сразу же потребовали удалить журналистов из зала заседаний. Судья вышел в совещательную комнату. И Микаэлян, позируя перед телекамерами, занял его кресло. Вот фотографируйте, у меня вместо судей я сижу, Владимир Владимирович. Все пускай посмотрят, что я решение принимаю. Российские все законы у меня в руках. Но этим не ограничилось. Подсудимые всячески мешали представителям СМИ писать интервью с участниками процесса, толкали и оскорбляли журналистов. Артому Каэлян и вовсе ударил по объективу видеокамеры одного из телеканалов. Вот зайдешь, скажешь, что нельзя это делать. Нет. Ну, тут еще нет. Супер. Что, блядут? Ну. Суть дела в следующем. 18 марта текущего года ребята перед школой бросались друг в друга снежками. Якобы один комок угодил в ученика третьего класса. Мальчик пожаловался по телефону отцу. Тот вместе с родственником приехал к месту событий и отреагировал со всем пылом южного темперамента. О том, что произошло дальше, тогда рассказала мама пострадавшего. Мне позвонила наш классный руководитель. Сказала, что в школе произошел инцидент, что моего ребенка избили взрослые родители одного из учеников школы. Он был весь опухший, красный. Лед ему тут же сразу прикладывали. Дело получило широкую огласку. Нынешние подсудимые после того, как разгорелся скандал, попытались завершить все мировым соглашением. Но было уже поздно. Против была прокуратура. Также Микаэлян пытался возбудить встречные уголовные дела в связи с тем, что Костя Ястребчиков якобы избивал его сына. Кроме того, обвинил педагогов лицея в дискриминации по национальному признаку его троих детей. В ходе проверки эти факты не подтвердились. Слушания скандального дела будут продолжены. А мы будем следить за развитием событий. Юлия Алеева, Вероника Свизева, Телевизионная служба новостей, совместно с 59.ру.